Я вам покажу, как я собрал необычную самоделку, которая очень универсальная и поможет практически в любых ситуациях. Кому интересно, что это за самоделка и как она работает, смотрите далее это видео. Буду использовать обычный патрон от дрели, который способен зажимать от 1,5 до 10 мм. Значит, внутри у него получается резьба М10, шаг примерно 1, либо 1,25. Я сейчас рассверлю на 12 и с помощью метчика нарежу резьбу М12, шаг 1,25. Сейчас буду нарезать резьбу на М12, шаг 1,25. М12, шаг 1,25. М12, шаг 1,25. М12, шаг 2,25. М12, шаг 4,25. М12, шаг 8,25. М12, шаг 15. М12, шаг 19. М12, шаг 20. Цел rail. Продолжение следует... Продолжение следует... Резьба шаг 1.25 Здесь стандартная резьба М14 Значит, вот так будет все эта конструкция выглядеть Здесь накручивается патрон на резьбу М12 Далее, переходной шайбой я буду соединять резьбу с болтом Вот так А сам болт будет у меня ходить Использован будет как шток С направляющей втулкой Втулку я сделал из реактивной тяги Жигуляра, сверлил на 14 Вот это у меня болт на 14 Значит, сейчас я буду просверливать отверстие на 6 Это для того, чтобы делать переходную пластину Которая будет и, собственно говоря, и толкать наш шток Так, вот я просверлил отверстие на 6 Вот болт на 6 хорошо входит сюда Значит, площадь здесь Соприкосновения мы видим хорошая По сторонам Где-то около 4 мм Это предостаточно Чтобы хватило на дольше Значит, этого отверстия Чтобы его быстро не разбило Далее буду собирать уже саму раму И устанавливать уже непосредственно на раму Все остальные элементы этой конструкции Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 переходник и сама сам штоки втулка единственное что я здесь бы сделал это укоротил вот этот переходник от штока патрона но со временем я это сделаю что собираем далее сейчас будем устанавливать значит крепление для эксцентрика на станине вот здесь будем крепить крепления будут из листа шестерки вот здесь тоже использовался на этом переходнике лист шестерка я думаю будет достаточно металла и его хватит надолго и так универсальный пресс готов уже полностью сборе готов к работе я даже уже успел немножко поделать отверстие на нем попробовать а также по заклепывать фурнитуру на кожаные изделия вот мы видим это фурнитура на кожаные изделия значит универсальность этому прессу придает болт который который можно снимать насадки любой любые в данном случае у меня допустим стоит сейчас патрон от дрели который способен зажимать от полтора до десяти миллиметров то есть сюда можно оставлять различные насадки в данном случае у меня сейчас пробойник стоит для пробивания отверстий на 6 миллиметров а также можно с помощью вот эти гаек снимать полностью сам соединяющий болт и ставить любые насадки сюда то есть универсальность этого пресса очень большая его можно использовать как для изготовления вот мы видим кожаных изделий это всякие замочки делать защелки я не знаю как и неправильно называется вот она то есть для этого она сделана а также можно делать пробивать отверстия различных диаметров сила здесь позволяет за счет рычага также можно удлинить ручку где-то сантиметра на 50 тогда можно увеличить силу пробивания и тем самым можно пробивать вот я полторушку пробивал полосу я думаю что двойку спокойно можно пробивать если удлинить рычаг а сейчас я вам покажу в работе этот пресс для замены подшипников редукторе сейчас мы будем вот этот подшипник на редукторе выпрессовывать и потом покажу как будем запрессовывать новый подшипник так разобрал я болгарочку вот редуктор мне нужно заменить вот этот подшипник здесь очень маленькое расстояние зазорчик и обычным съемником сюда подобраться невозможно значит руками тоже его не вытянешь он запрессован здесь его можно легко при помощи моего пресса которая сделал выпрессовать значит вот такая подставочка делается высверлится отверстие чтобы была стеночка хотя бы два миллиметра вот мы видим значит сюда вставляется он эта поставочка универсальная для разных редукторов потому что здесь конус сделан можно подшипники с разных редукторов снимать на вставляемую подставочку вот эту подшипник вот он сел на свое место видно и сейчас будем выпрессовывать значит здесь я поставил такую насадку конусную обычное сверло на 6 раз сверлил под конус вернее снял под конус и теперь смотрим как она работает выставляем все и прессуем вот начала выпрессовываться все вот и все все вопросы пожалуйста то что не смог бы обычный съемник этот пресс легко смог выпрессовывать за нижнюю за внутреннюю обойму подшипника что минимально наносит ему вред теперь сейчас будем запрессовывать сюда новый подшипник при помощи этого пресса так меняем сейчас насадку меняем сейчас конусной насадки сейчас вам покажу какая была насадка вот была конусная насадочка и сделал из сверла шестерочки так а теперь ставим обычный болт на 10 установили теперь здесь есть отверстие на 14 под вал редуктора и теперь берем новый подшипник и легко запрессовываем устанавливаем на посадочное место и вот она стала на свое место смотрим вот легко и просто установила на его родной место при помощи этого пресса этот пресс позволяет много производить функций можно им делать запрессовку выпрессовку различных мелких деталей такие как редуктора допустим также можно солен блоки выпрессовывать и так далее в него мощности хватает за счет патрона можно вставлять различные заготовки и производить различные операции кому понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем желаю всего хорошего